МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Добрый день. Вы также можете присоединиться к нашей беседе. Задавайте свои вопросы по телефону 222-00-41, абонент послесловия. Итак, Ольга Владимировна, ну, метеорологи говорят о том, что установилась аномальная погода для августа в Екатеринбурге. Мы, вообще-то, должны уже ходить все в плащах и пиджаках, а сейчас и в шортах-то жирковато. Это как-то сказывается в целом на здоровье горожан? Конечно, да. Конечно, да. Да. Несмотря на то, что люди быстро адаптируются к разным условиям, есть категории людей, которые не готовы так быстро перестраиваться, и поэтому мы встречаем больше обращаемость. Под категориями вы имеете в виду сердечники? Это бывают больные люди, то есть люди с какими-то заболеваниями. Это бывают дети, и очень много тех, кто не ожидает просто таких условий погоды, и поэтому случаются разные казусы. Тепловые удары, падение давления, обмороки. То есть это необычно для людей, и поэтому они обращаются. Ну, если говорить, вы затронули тему, что все-таки дети и старики, вот эти группы риска, так сказать, как им себя вести в данной ситуации? Ну, в данной ситуации говорят, что животные лучше всех приспосабливаются к жаре. Что они делают? Они лежат и отдыхают. Поэтому в данной ситуации разумнее всего, если нет особой потребности, необходимости, оставаться дома, там, где более комфортная температура. То есть меньше планировать какие-то активные дела или делать свои задания в первой половине дня до 11, или уже вечером, когда солнце на спад уходит. То есть брать пример своих питомцев, если он… Ну, в общем-то, наверное, да, это самый разумный вариант. Плюс обязательно должна быть вода в зоне доступности, чтобы было проще. А есть какие-то нормы для человека? Вот такая высокая температура, сколько человек должен употреблять воды? Человек, когда высокая температура, у него высокая теплоотдача, то есть он потеет. То есть тут нет регламента. Мы можем говорить о тех, кто имеет определенные трудности с выведением воды, но это небольшой процент граждан. Поэтому вода, она должна быть в большом количестве. Вот сколько есть потребность пить, столько человека пьет. То есть чем больше воды, тем лучше? Не обязательно должна быть охлажденной, хотя это тоже неплохо. Можно использовать фреш, можно использовать просто воду, можно использовать воду с лимоном. Это не должны быть такие напитки, как кофе, алкоголь, но это однозначно. Очень хорош в этом случае зеленый чай, который регламентирует теплообмен очень хорошо. Поэтому тут, опираясь на свой жизненный опыт, использовать то, что есть. Стоит ли увлекаться холодными прохладительными напитками и мороженым? Мешать холодных прохладительных напитков и мороженое. Мороженое, оно не утоляет жажду. Это тяжелый углеводный продукт. Он только холодный. Вы можете использовать холодную воду, если это хочется. Это иллюзорно охлаждает. Но при этом небольшими глотками и часто. Потому что это может привести к обострению каких-то хронических заболеваний, переохлаждению в том числе. То есть также не стоит увлекаться кондиционированием. Потому что это тоже проблематично все. То есть не каждый кондиционер… С простудой начинается? Нет. Сам кондиционер, он же не может провоцировать холодный воздух в простуду. Это вирусная инфекция, как правило. А как это происходит? Кондиционеры не всегда чистят правильно. Для этого существуют особые службы, которыми иногда пренебрегают. И поэтому плюс подсушивает воздух. Мы начинаем чаще дышать ртом, а не носом. Рот не имеет такой функции замечательной, как нос. Нос — это как противогазность. То есть он все вирусы, бактерии, пыль, он все как через фильтр пропускает. Рот не имеет такой гортаноглотки. Поэтому тут мы чаще заглатываем и вирусы, и бактерии. Есть простые хитрости, если нет кондиционирования, если нет возможности как-то охлаждать. Можно использовать подручные средства. Это может быть аквариум без рыб даже. Поставить его на стол, и вода будет испаряться, и формально будет прохладнее оказаться. Создать такой искусственный бассейн дома? Ну, конечно. А вообще сейчас многие очень люди, конечно же, поехали все на открытые водоемы. И находясь у воды, многие, наверное, забывают о том, что самый главный враг солнечный. Солнце, да. Да, и получить солнечный удар. Причем солнце отражается от воды, и это очень страшно, тем более, когда мы не привыкли к этому. Тут, конечно, нужно очень хорошо думать. Особенно, ну, мы же часто едем не одни, а с семьями, с детьми, и надо обезопасить тех, кто не может сделать этого самостоятельно. То есть обязательно должны быть головные уборы. Это обязательно. Если мы по какой-то причине едем на пляж одетыми, то должна быть просторная одежда. Чаще всего это хлопок, лен, то есть то, что позволяет осуществляться теплообмену. То есть мы должны помнить не только о красоте, но и еще о функциональности. На самом деле днем очень жарко, но ночами уже достаточно прохладно. Вот эти вот перепады температуры, они вот для каких-то, может быть, категорий или заболеваний? Ну, это неприятно всем. Это неприятно всем людям, в том числе тем, кто не имеет никаких заболеваний. И молодым, и взрослым, и детям. Сейчас действительно очищаются и простудные заболевания, и вирусы. Ну, вот это я уже объяснила, почему. У тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, высока частота кризов. То есть тут тоже это все не связано с потреблением воды или какая-то солнечная активность. То есть человек переживает, человек теряет влагу. То есть тут очень много всяких нюансов. Ну, поэтому тут надо профилактировать данные ситуации, принимать таблетки вовремя, если мы болеем. Если мы не болеем, надеваться правильно. То есть тут все просто. Телезрители спрашивают, почему в жару нельзя пить газированную воду? Потому что может быть спазм сосудов. Это касается лимонадов, это касается холодных каких-то напитков. Мы можем пить просто воду, но для того, чтобы не было коллапсов, обмороков, для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно и не было, она замедляет теплоотдачу. То есть мы не можем... Потоотделение – это ведь фактически функциональная такая реакция. То есть если мы не выделяем тепло, мы перегреваемся, вот тут это все замедляется. И под действием кофе, алкоголя, в том числе лимонадов различных. Поэтому не стоит. Лучше – вода. Если прямо очень хочется, вода со льдом. Не газированная. Нет, это может быть сок фреш свежий какой-то, то есть небольшое содержание сахара. Мороженое тоже, еще раз, не охлаждает. Заканчивая наш разговор, все-таки какие-то простые правила, ведь изменение климата и вот такие перепады неожиданные действительно в последние годы налицо. Можно ли как-то свой организм закалить, какую-то профилактику сделать тому, чтобы он был готов к этим каким-то стрессовым ситуациям? Ну, профилактировать данную ситуацию, возможно, минимальную, то есть, ну вот это уже случилась ситуация, и как-то профилактировать тяжело. Поэтому простые методы – это вода, это испарение воды, мы можем охлаждать, кондиционировать, что-то еще делать. То есть тут каких-то таких глубокомысленных не будет заявлений. Это может быть грелка с льдом рядом уложенная, и воздух будет более влажный. То есть вот эти вещи все соблюдайте, и все будет хорошо. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня врач-терапевт Ольга Мамаева. Спасибо вам большое. Вам всего доброго. Всего хорошего. Будьте здоровы. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова